Действительно, сегодня состоялось очень интересное обсуждение с участием коллектива университета, представителей администрации района. Что сейчас происходит? На сегодняшний день филиал в Сергиево-Пасаде является филиалом Московского государственного индустриального университета, который, в свою очередь, находится в реорганизации путем присоединения к университету машиностроения, который я и возглавляю. Ситуация непростая. Есть критерии, заданные Министерством образования и науки Российской Федерации. К сожалению, филиал по большинству из параметров не проходит. Сегодняшняя встреча была посвящена тому, как сохранить коллектив студентов и коллектив профессорского преподавательского состава. Одним из сценариев, который обсуждался сегодня, это присоединение к университету Дубна. Своя страна университета машиностроения заинтересована в том, чтобы без социальных каких-то негативных последствий состоялось открытие филиала университета Дубна и, соответственно, закрытие филиала уже университета машиностроения здесь, в Сергиево-Пасаде. К сожалению, на сегодняшний день, повторяю, по ряду причин, объективно, филиал не способен пройти по критериям мониторинга установленных государством. Второй год здесь нет приема. Это решение Министерства образования и науки Российской Федерации как раз на основе этих критерий. Поэтому для сохранения коллектива работников и обучающихся, на мой взгляд, этот сценарий присоединения к Дубне был бы наиболее разумным и эффективным. И мы будем следовать в этой ролике. На ваш взгляд, насколько реалистичен этот сценарий именно присоединения Дубне? Я думаю, что он реалистичен. Но для этого надо поработать и местной власти, договориться с правительством Московской области. С своей стороны мы также готовы содействовать. Но здесь должна быть инициатива именно от Московской области. Но это зависит не только от Дубны, а от позиции учредителя Дубны. Потому что принятие решения об открытии филиала происходит по решению органов исполнительного власти, в данном случае Министерства образования Московской области. Но инициатива должна быть от Дубны. Но если все-таки возьмем самый пессимистический сценарий, если Дубна откажется, можем ли мы как-то рассчитывать от филиала индустриального, на МАМИ? Ну, смотрите, я могу гарантировать только то, что следующий учебный год, с 1 сентября, который у нас начинается, обучение будет на тех же условиях. Несмотря на переход МГИУ в структуру университета машиностроения. Это то, что я могу сказать на сегодняшний день.